Перед началом этого ролика хотел бы попросить вас перейти на канал моего Накама Кишова. Он начал стримить на ютубе. На своих стримах он отвечает на все вопросы и вы можете пообщаться с ним. Также я тоже иногда буду на его стримах. Ссылка будет в описании к видео. Всем доброго времени суток. Близится новый год. И надеюсь у всех у вас хорошее новогоднее настроение. А у меня как раз таки хорошее. Ведь нас уже набралось 2000, ребята. И я попытаюсь еще сильнее поднять и ваше настроение. Ведь сегодня мы поговорим о вечном фанате Мугивар. Как вы все уже поняли, сегодня мы поговорим о Бартоломео. Эту теорию мы готовили с нашим редактором из группы ВК, Марком Доновым. Итак, начнем. Мы раскроем его силу и потенциал, способности, фрукта. Без них никак же, ведь это часть его силы. Поговорим о самом персонаже и о его дальнейшей значимости в сюжете. Ведь сейчас он является полноценным членом флота Мугивар и непосредственно Накамой Луфи. И я больше чем уверен, он будет в дальнейшем часто участвовать в приключениях Мугивар. Ну что ж, начнем с личности персонажа. Бартоломео является капитаном пиратов Куба Барта. А также он один из суперновичков, показанных нам после таймскипа. Это таких как Карибу, Корибу, Кавендиш. Насчет худшего поколения и суперновичков давайте объясню. В худшем поколении находятся такие пираты, как Луфи, Зора, Ло, Урок, Кид, ну и так далее. То есть те, кто был показан нам до таймскипа. А суперновички это все пираты, которые стали стоить свыше 100 миллионов Белли. Надеюсь, вы поняли теперь. Характер у него очень жестокий и плюс ко всему этому он очень вульгарен. Вспомнить только тот момент, когда он сажался в Колизее. Он сильно фанатеет от всех членов команды Мугивар. Он не может даже с ними элементарно разговаривать. Он бывает ослеплен величием Мугивар, так сказать. Особенно, если это Луфи. Как мы все знаем, его стать пиратом вдохновил Луфи, когда закричал на Эшафоте, что станет королем пиратов. И даже улыбался, когда его пытались казнить. Даже его корабль показывает, насколько он сильно от них фанатеет. Весь его корабль это сплошной образ Мугивар. Он является весьма высокомерным и легко может вызвать к себе отвратные чувства. И выглядит он как демон со своими клыками и пирсингами на носу. А теперь поговорим о его стиле. Для начала, как мы уже сказали, повторюсь, что он является суперновичком. И на данный момент награда за его голову объявлена в 200 миллионов Белли. И это уже говорит, что он сильный пират. Это теперь самое интересное. Его фрукт Бари Бари Номи. Позволяет владельцу создавать барьеры и использовать их, как тот пожелает. Например, как лестница или для усиления его удара. Или банально, как защиту. И защиту-то какую. Этот барьер по показанному нельзя пробить ничем. Но, конечно, там есть небольшие условия, чтобы создать его. Это скистить пальцы. Хотя и пока не было таких уж не сильных у него соперников, но его барьер еще никто не смог пробить. Тот же Хак и Белами слились, потому что не смогли его пробить. Если его барьер нельзя пробить, то давайте вспомним Тов из Аватара Легенда об Анге. Она могла покрыть свое тело землей, используя этот прием как щит. А потом и металл стала так использовать. Ну, так представим, если Барт сделает это. Интересно, сможет ли его кто-то ранить? Но тут есть один нюанс. Например, Тич, думаю, 100% сможет. Потому что его фрукт аннулирует способность фрукта Бари Бари. А еще тот же Белоус. Он, думаю, сможет как минимум вывести его из равновесия, чтобы тот не смог применить барьер. Возможно даже, что с достаточно сильной волей можно будет пробить его. Но все это только догадки. Мне нравится думать, что этот барьер нельзя пробить. И да, я считаю этот фрукт очень даже полезным и имбовым. Думаю, именно из-за него Барт смог так высоко подняться в силе. Как мы видели, он повторял удары Луфи, то есть хотел скопировать его стиль боя. Думаю, для него это очень даже возможно. Ведь он может удлинять барьер и изменять его форму, как ему сблагорассудится. Думаю, потенциал у этого фрукта очень высокий. Если его достаточно развить, владелец станет сильной угрозой для многих сильных пиратов. Интересно, просто гипотетически, такие силачи, как Гарп, Кайдо, Сен-Гоку и, допустим, Михоук и Шанкс, могли бы они просто пробить этот барьер? Что вы думаете об этом? Напишите в комментариях. И укажите, как это случилось бы. Также Бартоломео обладает повышенной уносливостью. Как показано, когда он получил минимальный ущерб от взрывной атаки Гладиуса. И думаю, то, что он вышел в финал в Колизее Кариды, не получив ни единой царапины, тоже говорит о его силе. Кстати, к этому моменту, его барьер спокойно перенес удар короля Элизабелла II. А как мы видели его, этот королевский удар весьма внушающий. Также Барт перед Колизеем одолел вице-адмирала Мейнарда. Конечно, все вице-адмиралы не равны по силе, но думаю, то, что он спокойно одолел его, возрушает Барта перед нашими глазами. А теперь давайте подумаем о его дальнейшей значимости в сюжете. Как мы сказали, он присоединился к флоту под началом Мугивар. И, кстати, мне понравилось, как флот Луфи называл его отцом. Как бы сопоставление его с Белоусом. Я вот подумал, кроме того, что он является членом флота, было бы круто, если бы он стал членом самой команды Мугивар. Давайте порассуждаем теперь насчет этого. Барт, в отличие от других членов флота Мугивар, я уверен, хочет стать членом его команды. Это был бы еще один уникальный и комичный персонаж в команде. Кстати, он очень даже полезным был бы на корабле. Например, при нападении на их команду в море. Я говорю о пушечных ядрах, которые вечно приходится отбивать. И плюс, при любой опасности для корабля, он бы просто покрыл бы его барьером. И он очень хорошо вписался бы к Усопу, Чокперу и Бруку. Ну и, конечно, не стоит забывать и о Луфи. Если сказать вкратце, он идеально вписывается в сумасшедшую команду Мугивар. Он был бы просто прекрасной защитой для команды при сражении в море. Да и вообще, было бы круто иметь в команде у Луфи еще одного чудика. Ну что ж, на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь. А также не забывайте написать в комментариях, что вы думаете о непробиваемом Бартоломео. Также, ребята, не забываем подписываться на нашу группу ВКонтакте. Я в скором времени сделаю видео лучшее от Накама, где выложу в своем видео ваши теории, которые мне больше всего понравятся, естественно. Так что оставляйте свои теории у нас в группе. С вами, как всегда, был Ани Зоро. Всем удачи и всем пока!